Для максимально удобного лечения кашля Лазалван Макс. Всего одна капсула в сутки. Банкиру найдёт ОСАГО дешевле. Рассчитает стоимость в разных страховых компаниях и поможет оформить полис онлайн. Класс! Банкиру знает, где выгоднее. Альпингольд вдохновляет. Нужна свежая идея? Как тебе такая? Выиграй до трёх миллионов рублей и воплоти свои свежие идеи! Венчинь локомотив организма. Иногда и ей нужна помощь. Сигнал получен. Гептрал принял. Он помогает запускать три процесса естественного восстановления печени, воведения токсинов, восстановления клеток и восполнение их энергии. Ощущать улучшение можно после первой недели приёма. От печени сигнал, естественно, Гептрал. Новая кредитная Сберкарта. Бесплатная. Навсегда. 120 дней без процентов. Очевидно выгодно. Оформите в приложении Сбербанк Онлайн. Опять пищеварение. Фистал – это не только панкреатин для снятия симптомов, но и активный компонент, способствующий выработке собственных ферментов. Больше заботы о пищеварении с Фистал. Новая кредитная Сберкарта. В Карачаево-Черкесии ночью и утром местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, туман и гололёд. Ветер северо-западный – 5-10 метров в секунду. Ночью и утром порывы до 11-14. Температура ночью 0,5 в горах до 5 градусов мороза, а днём 6-11 и местами 0,5. В Черкесске ночью и утром небольшой дождь и туман. Ветер северо-западный – 5-10 метров в секунду. Ночью и утром будут порывы до 11-14. Температура ночью 2,4, а днём 7-9 градусов выше нуля. Российский путешественник покоряет Северный Кавказ. Ультрамарафонец Иван Давыдов с удовольствием предоставил своё любительское видео нашему телеканалу. Иван посвятил свой забег в поддержку благотворительного центра «Радуга», который занимается тяжело больными детьми. Иван Давыдов пробежал 1250 километров по городам и сёлам Северного Кавказа. Его путь пролегал и через Крачаево-Черкесию. Его глазами мы ещё раз увидели прекрасные живописные места нашей республики. Финиш запланирован в Сочи. Ивану Давыдову 28 лет, он из Омска, бегает с 18 лет. Ультрамарафонец пообщался с нами по телефону, поделился своими впечатлениями о Крачаево-Черкесии, которая его восхитила. И он, не жалея сил, занимается благотворительной деятельностью для реабилитации в хосписе «Дом радужного детства больных детей» и приобретения необходимого оборудования. Подарить шанс на нормальную жизнь может каждый. Для этого нужно отправить СМС на номер 3434 со словом «Радуга» и любой суммой пожертвования. Мотоцикл как образ жизни. А кто любители и поклонники мотоциклов? Ну, конечно, байкеры. Для нашей республики понятие «байкерское мотосообщество» относительно новое. Несмотря на то, что несколько клубов у нас всё-таки было. Такой клуб байкеров, как «Голден Иглс», завоевал свою особую нишу. Существует он совсем недавно, но байкеры уже ведут активную деятельность. Они сотрудничают с правоохранительными органами и ратуют за безопасное движение на дорогах. И сегодня к нам в гости. Нет, не въехал на байки, а очень бы хотелось этого. Пришел к нам в гости президент мото-клуба «Голден Иглс» Эдуард Карданов. Кстати, по профессии он адвокат. Моя соведущая была Джозаева. И Эдуард Карданов уже в студии. Доброе утро! И я с удовольствием уступаю нашу гостиную. Доброе утро всем. Доброе утро, Эдуард. Вы знаете, вот впервые вижу байкера, который является адвокатом. Или наоборот. Но я пригласила вас в гости, потому что вы такой очень интересный человек. И мне всегда было интересно, какая польза от вас, от байкеров. И хочу от первого лица, из ваших уст услышать, что такое байкеры. Кто такие байкеры? Вы ведь президент клуба, мото-клуба «Голден Иглс». И хочу узнать, как вы живете, чем вы живете, кто участники вашего клуба. Ну, рассказывайте. Ну, во-первых, скорее всего, днем адвокат, уже с вечера байкер. Что, какую пользу мы несем? Ну, скорее всего, для себя пользу мы несем, прежде всего. Байкерское сообщество – это, скорее всего, больше неформальное сообщество, которое живет своей жизнью. Есть такое четкое определение. Недавно оно появилось. Ныне покойный, видный блогер такой был, ютюбер. Он дал определение этому. Байкер – это человек, который принимает для себя правила мотосообщества, то есть байкерской жизни. То есть мотоциклист тот же самый, но который следует этим правилам, который носит жилет, например, байкерский. Такой, как у вас, на вас сегодня, да? Примерно такой, как на мне. Кожаный такой, тяжелый? Не обязательно кожаный. Жилет может быть и джинсовый, и кожаный, и может быть… Но это непременный атрибут. Если ты клубный байкер, то да, это… Вот шлем. Шлем – это правила дорожного движения, то есть которые нас ограничивают. Вот, возможно, сезды без шлема, ну, вынуждены его возить. Наверное, если бы не было этих правил, уже все сняли их. Ну, к сожалению, или к счастью. Ну, кроме жилета, что должно быть у члена клуба? Скажем так, вот клубы, давайте чуть-чуть начну с краткого такого ввода в историю. Матоклубы появились, ну, явно не в России, в Соединенных Штатах, еще послевоенные годы. Это ветераны Великой Отечественной войны, вернее, прошу прощения, Второй мировой войны, которые вернулись домой, не у дел остались, им вот те же мотоциклы, например, Харли Дэвидсон, у них была возможность приобрести их или кому-то осталось с войны в качестве трофея там или в качестве мотоцикла, на котором они прошли эту войну, стали их переделывать. То есть чоп, обрезать, в нынешнее время это называется чоппер, превращать эти мотоциклы в более удобные мотоцикли для более быстрой езды, снимать тяжелые запчасти с них и, соответственно, стали объединяться в сообщества какие-то на базе тех структур, которые у них ранее были. То есть, ну, если ты ветеран, ты военный человек, у тебя должна быть четкая структура, четкая иерархия, там есть командир, есть подчиненные. В принципе, переняв все это, в этих объединениях они стали собираться в мотоклубы. Одним из первых это был, были такие, такой мотоклуб «Ангела Ада». Сейчас неоднозначное отношение к ним в России. Ну и название тоже как бы неоднозначное. Вы знаете, вот это название, это как раз название подразделения. Ну, так записано, скажем так, что это название подразделения, в котором они воевали изначально. Они взяли за основу именно это название и превратились вот в то мотосообщество, которое сейчас есть. Скажем, даже примерно такой момент есть. Изначально, изначально вот законодателем вот этой всей моды были они. То есть, основание, вот основоположниками, в принципе, является, наверное, все-таки по большей части «Ангела Ада». Ну, вернемся к нашей жизни. Вот ваш клуб, мотоклуб, правильно? Сколько в нем человек? Вы знаете, я честно скажу, да, я не вправе вот эту информацию разглашать каким-то образом. Ну, достаточно людей, чтобы... Но у вас же есть тоже какие-то свои правила, правильно? Есть правила, все те же правила, которые присущи МС-клубам. Я хотел бы еще как бы момент такой обратить внимание. В Карачаево-Черкесии МС-клуб у нас первый. То есть, у нас были более такие старые мотообъединения. Имеется в виду вот ваш Golden Eagles? Golden Eagles – это первый МС-клуб в Карачаево-Черкесии. А что такое МС-клуб? Это клуб с четкой иерархией, с четкой структурой. Это, скажем, клуб, у которого есть претензия на территориальное первенство на этой территории непосредственно. Ну, в нашем случае это Черкесия, Карачаево-Черкесия. Я не хочу сказать, что мы здесь первый клуб, который образовал. Нет, здесь есть ребята, которые гораздо раньше появились. То есть, это 0,9-й Легион, это Мустанги-мотоклуб. Вот. И ребята еще в Зеленчаке хорошие мутари. А вы беркуты, правильно? Ну, в переводе, да. Golden Eagles – это беркуты. Эдик, ну, вот не хочу вас никак обидеть, но мне кажется, вот эти байкеры, которые по ночам шумят, гудят, и вообще мотоциклисты, они мешают людям жить. Ну, простите меня, я вот такого мнения была до знакомства с вами. Тут я узнаю, что вы сотрудничаете с ГИБДД, с Росгвардией, проводите какие-то акции. Вот хотелось бы об этом, о вашей вот этой деятельности тоже узнать. Ну, давайте правильно как бы расставлю моменты все. Мы не совсем сотрудничаем, мы осуществляем, скажем так, направление в нашей деятельности, в мото-клубах, связанное с популяризацией, то есть поведением мотоциклистов на дороге. То есть мы стараемся сделать так, чтобы меньше ребят погибало на трассе. Мы стараемся сделать так, чтобы не было между мотоциклистами и представителями власти конфликта. Вот чего мы добиваемся. Мы не гоняемся за мотоциклистами и не пытаемся им там внушить, что нужно и как правильно ездить. Нет, мы стараемся довести это своим примером. На маленькой скорости? В соответствии с правилами 60, 90. Неужели так бывает? По трассе 110. А больше колонны не поведешь на самом деле. Как бы быстрее ездить в колонне – это смерть. Но вы же немножко сумасшедшие, наверное, все. Да нет. Скорее, мы больше ребята, которые заражены духом свободы, чем сумасшедшие. Любовь к мотоциклу – это же не совсем сумасшедшие. Но мотоцикл тоже не дешевое удовольствие. Мотоциклы – да, они стоят немало. Тем более те мотоциклы… Адвокаты могут себе позволить, правильно? Ну, скажем так, да, с трудом, но могут позволить себе и бизнесмены какие-нибудь. А могут ребята позволить, которые занимаются какой-то простой деятельностью. Там и электрики, и какие-то ребята… У вас там, ребята, всех профессий. Всех профессий, всех мастеров. От медиков до юристов, от экономистов до профессиональных барберов. А что вас объединяет? Вот интересно, вот что? Любовь к двухколесному транспорту. То есть вы на машинах не ездите? Ездим. Ездим. Если бы у нас, скажем так, погодные условия позволяли бы зимой ездить, наверное, бы мои ребята ездили бы и зимой. Ну, к сожалению, снег, он не дает возможности такой. И нам приходится пересаживаться на наши дорожные коробки, как мы их называем. В нашем случае, например, ну, как бы мы стараемся помогать и осуществлять их, вот, скажем, общую идею, быть вместе. Мы помогаем также и каким-то определенным, ну, общественным… Я хочу вот сразу оговориться. Байкеры и политика – это, ну, разные вещи. То есть мы не занимаемся политикой. Мы не помогаем и не будем никогда участвовать в каких-то политических акциях, пропагандировать какие-то партии там. Уже свободные парни, это понятно. Да, вот, как бы от этого мы отходим. Но, тем не менее, помочь, например, провести какую-то акцию в школе сотрудникам там ГИБДД по пропаганде дорожного движения, ну, почему бы и нет. Ну, прекрасно. Вот, я думаю, детям гораздо будет интереснее поучаствовать в таком мероприятии. Помочь провести какое-нибудь праздничное мероприятие в городе, ну, почему бы и нет. Ну, кто мешает, кто сказал, что это не должно соответствовать байкерскому направлению. Мы с удовольствием этим занимаемся. Кроме того, активно сотрудничаем с общественным объединением ветеранов войск правопорядка, вот, председателем которого является Кузнецов Сергей Иванович. Он нас зачастую привлекает к своим мероприятиям. Совместно проводим акции какие-то патриотического направления. Ну, как-то так. Ну, одним словом, вы просто положительные ребята. Эдуард, я благодарю вас за участие в нашей программе. Я желаю вам удачи. Спасибо, что сегодня приехали к нам в гости. Спасибо. Спасибо вам. Сколько праздников на свете, и все они такие разные. Сегодня очень хочется рассказать о Международном дне сельских женщин, который отмечается в октябре. Сегодня представительницы прекрасного пола успешно возглавляют сельскохозяйственные организации, являются главами крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальными предпринимателями, работают в больницах, школах, на знаковых предприятиях. На днях в Черкесске чествовали победительниц конкурса «Женщина-хозяйка на селе». Альбина Курочидова-Кенжева, старшества. Сейчас с быстрыми темпами прогресса не все женщины, проживающие в сельской местности, трудятся в поле или на ферме. Но от этого их роль не становится менее важной и значимой. Сельские женщины – это и врачи, и учителя, и предприниматели, и обычные домохозяйки, которые воспитывают детей и сохраняют традиции семьи. От лица главы и правительства присутствующих поздравила заместитель руководителя администрации Франческа Остежева. В зале чествует около 50 человек. От Союза женщин России им вручили благодарственные письма и памятные подарки. Мы проводим это мероприятие в республике тоже. Просто в прошлом году не провели из-за ситуации. В этом году все-таки проводим мероприятие, но с наименьшим количеством участников, конечно. Вот сегодня мы чествовали женщин-тружениц, которые живут и трудятся в сельской местности. Для того, чтобы выбрать достойных активисток, в селах были установлены урны для голосования, где каждый житель мог написать имя лучше, на его взгляд, конкурсантки. Положение конкурса нам предоставило наше головное отделение с Москвы, Союз женщин России, который возглавляет Екатерина Филипповна Лахова. Они направлены были, эти положения, по всем регионам. И каждый регион для себя решал, принять в нем участие или нет. Мы подумали, почему бы нет, все-таки мы женщины на селе примем участие и посмотрим, сколько нас активисток на селе. Лучшей хозяйкой активисткой на селе стала мама четверых детей. Супруга военнослужащего, учитель начальных классов, руководитель юно-армейского отряда «Станица-Сторожевой-2», призер и победитель различных конкурсов Наталья Глазунова. Переехала по службе мужа из Санкт-Петербурга в Карачаево-Черкесию. И уже 16 лет они живут душа в душу в красивом уголке страны. Кроме того, Наталья помогает бездомным животным. Советует женщинам не черпать негатив, не загружать себя интернет-ресурсами. Главное – полюбить себя, а этой любви хватит, чтобы дарить ее окружающим. Многодетная мама – это не просто прийти домой, сидеть и страдать. Как я устала, как я устала. Нет, нужно показать нашим женщинам, что будучи работающим человеком, что будучи многодетной мамой, что будучи просто женщиной для своего любимого мужчины, можно еще заниматься чем-то. То есть это помогать людям. От знакомства именно с такими людьми. От того, что приходишь домой, тебя обнимают и говорят, мама, это самое лучшее и сильное. От того, что муж приходит за службу и говорит, Наталья, я помогу тебе приготовить ужин, а ты пока, ну не знаю, отдохни пять минут, набери сил. Ну это все помогает. То есть друг другу нужно помогать. В семье, в дружбе, вообще в знакомстве. Везде нужно помогать друг другу. Организаторы надеются, с каждым годом конкурс будет обретать масштабные размеры. И конкурсанток, и победителей будет еще больше. Сегодня профессиональный праздник специалистов, чья работа связана с кулинарией. Сегодня Международный день повара и кулинара. В этот день устраиваются конкурсы поварского мастерства, выставки кулинарной продукции. Кулинары соревнуются в приготовлении оригинальных блюд и в создании блюд больших размеров. В заведениях общественного питания проводятся акции и дегустации для посетителей. В нашей республике есть кузница кадров кулинарной лицеи, выпускники которого с легкостью трудоустраиваются. И еще они очень талантливы. Своими руками они творят чудеса кулинарного искусства. Сегодня также каждый может удивить свою семью, друзей, приготовить что-нибудь эдакое вкусное. А вы знаете, что среди писателей были кулинары? К примеру, есть цветаевский яблочный пирог. Марина Цветаева была не только талантливой поэтессой, но и потрясающим кулинаром. А еще есть салат дюма. К сожалению, писатель так и не успел закончить свой главный поварской труд. Книгу «Большой кулинарный словарь», включающую в себя почти 80-800 рецептов. Гуляш Куприна, котлеты Пушкина – и так можно продолжать до бесконечности. Сегодня у всех есть возможность раскрыть свой кулинарный талант. Далее. Телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести Карачаева Черкесия». Всем удачного дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok